Добрый день, уважаемые любители физкультуры и спорта! В эфире очередной выпуск программы «Реальный спорт Ульянск» в студии я, Михаил Сашанский. Сегодня мы с вами откроем центр художественной гимнастики, пробежим эстафету, искупаемся в ледяной воде. И все это вместе с нашим гостем Юлией Власовой, директором школы Олимпийского резерва по художественной гимнастике. Здравствуйте, Юлия Борисовна! Здравствуйте! У вас, наверное, сейчас эйфория. Несколько дней назад открылся центр художественной гимнастики. Долгожданное открытие? Эйфория присутствует. Открытие однозначно долгожданное. Мы четыре года ждали, когда достроится этот замечательный центр. Ну и, наконец, мы приступаем к текущей работе и занятиям. Ну и чтобы добавить больше красок, вот ваши слова, давайте посмотрим сюжет о том, как состоялась церемония открытия центра. В свое время Татьяне Грибковой, заслуженному тренеру России, покорялись все снаряды художественной гимнастики. Но это упражнение с лентой особенное. Перерезав ее, глава региональной федерации открыла в Ульяновске суперсовременный дворец спорта. Новый дом для ульяновских художниц. Меня переполняют эмоции. Я счастлива, что ульяновские дети обрели дворец современный. Дворец спорта, в котором они будут трудиться, расти и побеждать. Размах, размер и в какой-то степени роскошь Татьяны Арены, а именно так нарекли новый спортивный объект, впечатляют. Два тренировочных зала, гостиница, столовая, зал хореографии и, конечно, демонстрационный зал с огромным ТВ-экраном. Все это живет, когда сюда придут юные гимнастки. Но самое главное, чтобы они любили то, чем они занимаются. Слушали своих родителей, слушали своих педагогов и стремились к лучшему, к медалям, к победам. Все равно рано или поздно эти победы придут, когда девочки трудятся. Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева и олимпийская чемпионка Елена Шаламова в зале. Десятки чемпионов мира, Европы и России на помосте. Церемония открытия длится около полутора часов. Звук, свет, динамика танцевальных номеров на высочайшем уровне. Все соответствует уникальности Татьяны Арены. Здесь могут проходить соревнования не только в индивидуальной программе, как это было ранее у нас, на старой базе. А здесь мы можем проводить еще крупные соревнования всероссийского масштаба по групповым упражнениям. Фанфары отгремели, букеты роскошных роз розданы. Вот-вот начнутся трудовые будни. В предстоящем сентябре Татьяна Арена подаст заявку на проведение чемпионата Приворского федерального округа. Я напоминаю, что больше спортивных новостей внизу нашего экрана в нашей традиционной бегущей строке. Юлия Борисовна, когда в этой бегущей строке появится новость о том, что ульянская художница стала чемпионкой мира или чемпионкой олимпийских игр? И это пока из области фантастики. Над каждым чемпионом приходится очень долго работать. У нас все предпосылки к этому есть. У нас замечательный тренерский состав, который увеличивается в связи с тем, что у нас приходят на работу наши же гимнастки, которые заканчивают высшее учебное заведение. Район, в котором стоит дворец, очень большой, он расстраивается. И у нас есть предпосылки к тому, что будет увеличиваться число занимающихся. То есть массовость в нашем виде спорта будет преобладать. Своей массовостью славится и традиционная областная электрическая эстафета, сюжет о котором мы посмотрим прямо сейчас. В школу им только в сентябре, а на старт уже теперь. В апреле 77-ю областную электрическую эстафету на приз газеты «Ульяновская правда» открыли воспитанники детских садов. И не мудрено, ведь нынешний год в Ульяновский год детского спорта. Малыши и палочки теряли, и с маршрута уходили, и плакали, и смеялись. Именно в дошкольном детстве мы даем старт для развития и приучения ребенка к спорту, чтобы в дальнейшем они участвовали в таких же мероприятиях и вообще развивались, ходили в какие-то другие секции и приобщались к спорту. В забеге детских садов победители не определяли. Награды вручили всем мальчишкам и девчонкам. Малыши светились от счастья, когда получали первые в своей жизни медали и грамоты. Когда смотришь, есть дети очень хорошие, хороший бег, вот уже, и думаешь, вот из них может получиться, из них. И таких детей у нас много, и это очень радует. Впервые по ходу забега эстафета изменила свой маршрут. Курьез случился в женском забеге с Сузов на первом этапе. Машина сопровождения проскочила по ворот и увезла бегунов за зданием педуниверситета. Гаичников еще раз предупредите. Они поехали прямо к мемцентру, а нужно было ехать к Рыбичскому музею и по Венцу. Больше подобных ЧП не случилось. Эстафета не потеряла ни темпа, ни условных метров дистанции. Кстати, как у девушек, так и у юноши в этом контингенте училища колледжа техникума победу праздновали спортсмены училища Олимпийского резерва. В составе физкультурного когда-то бегал и Николай Афанасенко. Сегодня легендарный хоккеист просто зритель. Интересно же все равно. Просто сейчас поменьше народу как ходится. Как это может быть другое время было. Тогда народу было не протолкнуться здесь было. В самом быстром забеге эстафеты среди команд высших учебных заведений быстрее всех ульяновских педагогических. Причем в 49-й раз. Борьбу у ЛГПУ попыталась навязать необычный дрем-тим выпускников этого вуза. Но образцов и компани на равных сражались лишь в начале. А ближе к финишу, звездному полтиннику, в этом году 50 лет исполняется факультет физкультуры, пришлось отвоевать у самарского политеха уже второе место. Настройтесь, надо прибежать по рекорду. Мы вас верим. Все реально есть стараться. Павел Князев на своем этапе с локальной задачей справился. Самару обогнал. И дрем-тим финишировал во второй. Но так как выступали звезды вне зачета, то серебро отдали самарцам. А призовую тройку впервые за много лет замкнула команда УЛГУ. В забеге школьников всегда интрига, всегда борьба. Но в этот раз ее не получилось. Гимназия номер один снова первая. С большим отрывом от своих традиционных соперников из 82-й и 85-й школ. Гимназисты оформили свое 18-е чемпионство по количеству титулов, догнав 38-й лицей. Думал о том, что будет борьба. Готовился рвать. Всегда первая. В зачетной группе среди команд муниципальных образований тройка сильнейших с предыдущей эстафеты не изменилась. Быстрейшими вновь стали инзенцы. Цельнинский район поменял бронзу 2019 на серебро 2021, отправив мелькетцев на третью позицию. После шестилетнего перерыва команда «Авиастар-СП» вновь сильнейший среди предприятий. В незачетное второе место у дебютанта эстафеты команды регионального правительства, за которую на последнем этапе бежал в Рио губернатора Алексей Русских. Ну тяжеловато. Две недели не тренировался. Слишком много работы. Я думаю, сейчас работу поставим на должный лад и будем бегать быстрее. Самые быстрые секунды в остальных забегах показали сборная Заолского района у инвалидов-колясочников. Первая команда Федерации слепых среди слабовидящих спортсменов в семейном забеге вновь убедительно победила семья Михалкиных. Команда «Динамо» выиграла забег силовых структур, побив свой же рекорд трассы сразу на 10 секунд. Кубки и медали героям эстафеты вручили олимпийские чемпионы Юрий Барзаковский и Ирина Привалова. Юлия Борисовна, а гимнастки-то любят легкую атлетику? Они вообще бегают? Гимнастки не только бегают, но и прыгают. Занимаются они гораздо больше, так как вид спорта очень трудный. И для того, чтобы выступить полторы минуты с личной программой и две с половиной в групповом упражнении, нужна очень большая выносливость. Для этого дети у нас занимаются немало, по 4-6 часов в день. Выносливость, ну, я так думаю, что на высшем уровне именно у наших гимнасток. Да, девушки легких путей не ищут и не только в художественной гимнастике, но и даже в плавании. Про нее говорят универсальный солдат, потому что Анна Пшеничнова покоряет три вида плавания. Она стартует в бассейне, на открытой воде и даже в ледяной. Градусов 5, наверное? Нет, градусов 3, наверное. Воспитанница известного ульяновского наставника Анатолия Печенегова, она в 12 лет стала кандидатом мастера спорта страны, а потом бросила плавание на целых 20 лет. В 2014 году я ехала через мост, через наш, через Волгу, и увидела, что плывут люди. Я подумала, я тоже хочу переплыть нашу Волгу. И вот с того момента, можно так назвать, я вернулась. Вернулась, чтобы выиграть несколько заплывов через Волгу, чтобы покорить самые разные всероссийские и международные старты и стать одним из лидеров отечественного плавания на длинной дистанции среди спортсменов-любителей. Плывешь, думаешь о хорошем, кто-то песни поет, кто-то молитвы читает, кто-то считает грибки. Я вот грибки считала, я помню, на первом своем заплыве. Особенно тщательно свои грибки Анна Пшеничного считает во время соревнований по зимнему плаванию. Здесь дистанции спринтерские – от 50 до 200 метров. Но нулевая температура воды при 30-ти градусном морозном воздухе делают заплывы экстремальными. Каждый раз вход в холодную воду – это испытание для организма, для психики. И те чувства, когда ты выходишь из холодной воды, эндорфины, которые вырываются снаружи, это не объясним. Это как наркотик. Ну такой хороший, полезный. На недавнем чемпионате России по зимнему плаванию Анна Пшеничного установила два рекорда страны, один из которых превышает мировое достижение. И все же главный подвиг – это несмотря ни на что войти в ледяную воду и не просто проплыть несколько десятков метров, но и показать максимальный результат. Я захожу в воду как в теплую воду. Я обманываю свой организм. А если это соревнование, это значит, что тебе нужно спуститься, правильно встать в позицию в нужную. Вот эти моменты, они тоже в голове крутятся, они отгоняют мысли о том, что вода холодная. Зимний сезон позади. И Пшеничного из ледяной воды переходит на открытую. В сентябре у нее очередной старт и новый вызов. В Владивостоке. Дистанция 10 километров. Прямо в Тихом океане. Илья Борисовна, а вы готовы в ледяную воду шагнуть? Вы вообще закаливаетесь? Может, обливаетесь холодной водой? Нет, я не закаливаюсь. И в ледяную воду зайти я не готова. Но здоровый образ жизни я однозначно поддерживаю. У меня есть замечательный пес, с которым я провожу очень много времени на улице. Многокилометровые и долговременные прогулки способствуют моему здоровому образу жизни. Ну что ж, наши девушки действительно самые-самые лучшие. Они не только в огонь и воду, но даже и в боксерский ринг могут шагнуть. Ульяновск готовится к первенству России по боксу среди девушек. Такого наплыва гостей из Дагестана, Башкиры, Кирова, Пензы, Екатеринбурга и еще десятка регионов России Ульяновский клуб «Рингстар» еще не знал. Здесь начались двухнедельные тренировочные сборы. Они посвящены первенству России среди девушек, которые стартует в «Оке-Ореон» со 2 мая. Сборы проходят все в штатном режиме. Девочки стараются, готовятся, будут все готовы, я думаю, к первенству России в максимальных кондициях. Не в правилах Олега Атапина делать прогнозы. Но он уверен, у его команды будут и медали, и чемпионы. Один из фаворитов предстоящего первенства – ученица Атапина Зухро Умарбекова. В декабре 2020 года в Болгарии она выиграла первенство Европы. По боевому настроена юная спортсменка и сейчас. Задача, конечно, победить. Нужно сейчас подготовиться, хорошо выступить, и потом поехать уже на первенство Европы. Готовиться всегда тяжело, но потом, как говорится, тяжело в учении и легко в бою. Все, работаем через паузу. Подвигались, слева ударили, подвигались, справа ударили, потом меняемся. Трехкратная победительница первенства ПФО Кристина Моисеева медаль первенства страны уже выигрывала, но пока не золотую. Ученица тренера Сергея Михайлова, конечно, мечтает о большем, но соперницы у нее серьезнейшие. Например, двукратная победительница первенства Европы Рината Менгалимова из Свердловской области. От своей спортсменки, от Моисеева Кристины, я дожду к красоту женского бокса. Это техничный, пластичный, оригинальный бокс. Мы ставим задачу минимум стать повторить результат, а может быть и быть в финале, а финал там покажет кто сильнее. Уже познала вкус больших побед еще одна наша звездочка Кристина Голныкина. В 2019 году в Анапе воспитанница клуба «Гулливер» выиграла первенство России. Сейчас у Кристины задача та же, хотя понятно, что будет непросто. Трудно готовиться и морально, и физически, потому что я в этом году много болела еще, много веса набрала, гоняла, худела. Вот, сейчас все уже лучше. Накануне Дня Победы в Фоке Орион будет разыграно 26 путевок на первенство Европы. Для 14-летних спортсменок оно пройдет летом в Боснии и Герцеговине, а для 16-летних в Грузии. Финал российского первенства в Фоке Орион 8 мая. Ну что ж, поболеем за наших девчонок в Орионе. Кроме того, в Педагогическом и Техническом университете пройдут финальные игры чемпионата Кэсбаскет среди лучших команд по Волжье. На сенью не труд сойдутся в футбольном дерби «Волга» и «Диметроградская лада». В общем, те, кто любит спорт, могут найти себе зрелище по вкусу. Ну а наша сегодняшняя передача подходит к концу. Я напоминаю, что гостью в нашей студии была Юлия Власова, директор школы Олимпийского резерва по художественной гимнастике. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам. Ну а наша передача подходит к концу. С вами был Михаил Ирсашанский. Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»